МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КАЛИ ЗАРНУТШИМ ЛЕВЫЙ МИНСКОЙ ШАШИ ЛЕДЬЮ БОК У МАЛЕВНИЩЮ БЯРОЗУЮ АЛЕЮ ЛИТЕРАЛЬНО ПРАСХ ПЯТЬ ХВИЛИН ШПАЦЫРУ МАЕШЬ АПАНУЦЮ УДИОЗНЫМ МЕСТЕ И ЧАСИ ТУТ НИБЫТЕ САПРАВДЫ СДАРЛАСЯ ГРАВИТЮЦИНДА ПРАРЭХА У ГОРАДЕ ДВАЦЫТЬ ПЕЧА ГАСТАГОДЕ НЕ ПРОСТА ЭТНА РЫПЛІКА СТАРАДАУНИ ВЁЗКІ АТІЮ УТУЛЬНЫЙ ЛЕТУТЦЕННЫ КУТОК І БАЛЕЩЦІ НІХТО З ГРАДЖАНЫ НЕ ЗАУВАЖУ ЯК В АКРЫСІ НА УСКРАЙНІ БЕРОЗАВА ГАЮ СЕРОТ ЯБЛАНЬ СТРАДРЫЛЦЮ НІБЫТУ ПРІВІТ УЗНІКЛА ВОЗГІТЕ ПАСІЛІЩЩА З ГРУНТОННЫМИ РУБЛІНЫМИ ХАТЫМІ І ВІДАОЧНЫМІ ПРАКМЄТЫМІ ЖЦЦІ ЦІТО НАШЫХ ДАЛЁКІХ ВЯЦКОВЫХ ПРОТКАУ ЦІТО ІХ ПАТОМКУ ШТО У НАСТОПНЫМ ПАКАЛЕНІ УЖО ГРАДЖАНІ І НЮЗАБАВІ ЗАТЯГНУЛА ГЭТАЙ МЕСЦ УВІР ЧАСУ ПРЫХІЛЬНІКУ СПРАДВІЧНЫ НАШЫ ПРАГНЫ ДА ЗНЯКАЮЩЫЙ САПРАВДНАСТІ ДАЖІ ВІЛА ТЮПЛЫМ ПОДАХАМ МЯНУЛАГА ЦІКАВАЕ ИМПРЕЗЫ І НАВАК НАСЯЛІЛАСЯ ДІВНЫМИ ЗАХАВАННІКАМИ СТРАЖІТНО СУЧАСНОГО МАСТЕРСТВА ЛЮДЗИ ХАТЯТ ВЕРИТЬ В СКАЗКУ ПРАИМАЕТЕ ЭТО НОРМАЛЬНО А ГДЕ ИНИ МОГУТ ЭТУ СКАЗКУ НАЙТИ? НАВЕРНО ТОК ОУ РЕМЕСЛЕННИКОВ У НОУ КУЗНЦАДА КАТО НАС САМ БУХ ВЕЛЁЛА КУДА ЗА СКАЗКУ И ПРИХОДИТЬ? А ЧЕМ ОН НЕ ПОНРАВИЛСЯ, ЭТОТ ХУТРО? НЕ ЗНАЮ, ДИС КАТО ТАК ДУШЕВНЕНЬКО ДИС СДОРОВА, Я ДУМАЮ, ЧТО ЕСЛЕ БУДЕТ ДАЛЬШЕ РАЗВИВАТЬСЯ ТО ЭТО БУДЕТ ТАКАЯ ЖЕМЧУЖИНА МОГИЛЁОВА ЭТО СТО ПРОЦЕНТОВ Это прекрасное место, я о нём мечтала, и когда моя мечта сбылась, я просто позже осознала, что мечта сбылась, Хмельницкие создали очень удивительное пространство. И вот для мастера что важно, чтобы у него была такая мастерская, где бы он мог творить. А когда это природа и вот такая избушка уединённая, в общем-то, то здесь очень здорово, конечно. Ему он, конечно, ценит каждого мастера, и у него глаз радуется, когда что-то новое появляется. Ну, наверное, может, тоже творческие люди, может, это место такое, оно прям зажигает. Оно, это место как бы, ну, неотъемлемая часть, такое уединение творчества, природы, вдохновения и самого человека. Гаспадар, чьё имя спавагы прагучала, утваральник мессы, якое зараз мая назву «Лясны фальварак». И хоть спадар Сергей, нибыто саправдный домовек ахоуник, традиционно цурает сэвядомаці, и нияк не ставить сабеу заслугу и працю неастомную, и немалая страты грашовая, гэтка гасвайго, як шмат хто ліжыць деваткаватага захаплэння, але жалетась зарабеу ласку на шырыс, разговарылся, хоть і не прымаючу сваленье. Чьому я? В смысле, это люди делали, і разные люди абсолютно, начиная от книги Сергачёва, і заканчивая там любым плотніком, і тем же дедушкой, который там 130 лет назад дом рубил. А леш падаўнем азнаёмству мы ведым, як шмат год бярвенчак за бярвенчакам, з пакінутых вёсак пераселяліся сюды хаткі да мучкі, беражліва з вяліка пашаны да былых, шасті невядомых людзей, якія наўласныя рукі тісалі бярвенні, рубіли вянцы, складалі печі. Узнавілі і яе матухну, якай і крыніцца тепла, і гаутульны тішыні прутулык на ночь, і зразумела ачах ля вяліка сям'ї, што стомлі навела бяседу за шырокім струганым столом. Аткуд жа гэте туга альбо віна па страчанаму? Ну, не знаю, пачым так сложылась. Сваўо, ну, што б я з гордостю мог сказати, што вот зэс моўо дедушкі руки ілі бабушкі вытканая, вот это, ну, нет. Я ўже не раз говорил, видел это вот в грузы, да, есць очень внимательна относіцца к своўому, то, што у них когда-то пастроенай кем-то, і жыць в домі дедушкі у них пачотно, да, если ты жыеш в домі дедушкі. Да везде, в Литве, в Польше, ну, везде все это ест, і у нас те же строчицы. Ну, вот, наверное, поэтому второе, ну, наверное, исходя из этого, что... Че вот сейчас особенно касается, что дерево, и че-то ремесел, если сейчас не соберем, это не соберем. Они с разных абсолютно дома, и Чауского района есть дом, и Сбыховского, и Шкловского, сказать, что это было как бы специально, да, что с разных районов нет, это с лукавицей, как получалось. И вот уже дома, два дома, вот, наиболее старых есть, таких деревень, которых и деревень уже нету. Идзі подребны питання, чому галовными насильниками тут заявіліся меновіто мастры-раміснікі. Бо зрешткі прудкі наші булі людьми уміліми, практичні усе робілі своїми руками. Сами будавалі і хату, і лазні. Былі кавалями, і тіслярами, пондарами і шапавалами, і єсть патреба на барану тісаху, колеса альба, ободок на коло, каліласка, і фальварок, науспамінсь подорог Мяльницкі, утворыли, узнавіли, як той самостійний, незалежний, маленький світ. Зазірнутию, як і шмат охотних, пастєшці на зон музіки на каванні. Увачі багато, конєшно ж, будь-яких багато. Приходять, хотять і мастер-класы получить, побыть от начала до конца, а з чим-ні-нім. Ну, як би, вруди б, я ніколи не проти. Ну, то як кажа, що можна на три вічі смотрий, як горит огонь, як течет вода, і як роботає другий чоловік. Правильно? А, садяму і стію. І кожний візіт у гэтаю кузні, яши і екскурс у історію кавальства, і знаємства з паданнями, і зразумілий, так би мовить, цвік программы «Подкова на счастье». Почему вот счастье приносит подкова? А вот не знаю, почему. Вот раньше нашел подкову, да, занес кузнецю, он рюмку водки нальет, ножик даст, і все, це все-таки дорогі вещи були, да? А попробуй эту подкову спрячь, і повесь, например, куда-нибудь там і барин увидит. Так он же только по затнице даст християнину. Поэтому старались как-то прятать на черный день, чтобы потом поменять на что-нибудь эту подковку. Железо ценилось. Ну, как бы, очень часто приходят люди, да, мол, типа, самим паковать хотят они, да? Ну, в принципе, я даю возможность это сделать. Хотя, в принципе, я говорю, может, давайте я сделаю вам покажу, как это делается, а вы уже готовую приобретете и все остальное. Подкову научиться делать, это может за день. Вот, только что подковать коня, тебе нужно немножко поучиться, да? А сделать подкову, железяку согнуть, я думаю, что это небольшая проблема. Ну, правда, руки отобьешь, и что что-нибудь сделаешь? Это же тоже, в принципе, у меня хобби, да? А переросло как бы в профессию. Лишь только по той причине, что ничем другим я уже просто-напросто не требую не заниматься-то. Так, значит, все-таки есть колдовство в этой профессии? Завораживает самого. Ну, конечно же, есть. Надо же подумать, как это сделать, потом как-то так поговорить с какими там силами своими внутренними, да? Чтоб подсказали. Будем стараться, чтобы дело не умерло. А к тому же, мне нравится, когда про кузнеца говорят не по тому, что он Гефестом еще кто-нибудь, а что он как бы так... Его черт боится, правильно? О, вот я про это хотела узнать. Это намного интереснее. Вот эти байки я и люблю людям рассказывать, да? Ага. Потому что там даже такая байка есть, что черт пришел к кузнецу, чтобы он его подковал. Он его так подковал, что кто-то замолился после этого, черт кузнеца избегает. А кто же споряжит махчимость, как ее дало, открыло ковальство на волчеловецству. Старожитное подшественное рамёство поважалось и дошновалось. Городские ковали гоноровые сослоя, вязковые, головные люди. Любой христианин хотел отдать свою дочку за кузнеца или там за сына кузнеца. Они многими привилегиями пользовались. Кузнеца они брали в армию, в рекруты. Он был вхож в эти самые, как называется, чуть ли там не до царя. Вот поэтому был такой, от налогов избавляли его. Вот. Поэтому всё нормально. Но больше, честно говоря, нравится то, что считают кузнеца, что он с нечистой силой связан. Ну, как связан. Ну, типа, они его боятся там или ещё что-нибудь. Всё-таки с огнём работать это уже, как бы так, очищает. А Беларусь, я всегда считаю, что она была самым развитым государством. Это же, как бы, княжество литовское, Речи Посполитой. По-моему, у нас было лучшее вооружение, лучшие кузнецы. У нас всё было лучшее. Просто, что когда этот, наверное, союз создался, немножко наше ремесло, или нет, наше лучшее, по всей России расползлось. А нам ничего не осталось. И хоть шукала-шукала, да сдаец изнашло индустриальное человечество в замену кавалям, да иншим ромёствам. А лёва сёння уже никто не отмоляя ренессансу, а мать страчаного. Нет, ко всему интерес есть у людей, что делают с руками. Те же самые там и соломку вяжут, или там глину. Я вообще вот обожаю, когда глину делают. Я до сих пор не могу даже поверить, что это вообще делают с руками. Я много раз пытался попробовать, да, у меня не получается. То ли терпения не хватает, то ли, как бы, так руки огрубило, или ещё что-нибудь. Но пытаюсь, честно говоря. За приступком дыхающей гарачынёй кузни, фальварок падаецца за чараванным крышталёвой цишынёй светом. Нибыда цацка, шклянный калядный шар злецперкметным жицём, атуліным павольной лунаечым сняжинками. А знайомая, вядомая мастер декору дистулёвых упрыгожуванью, што атабарылся у сусідній хацы, бідавочна володой умильствам чарадейным. Да, некое волшебство. Вот у меня тут мои изделия, конечно, тоже присутствуют, но здесь у меня много живёт всяких вот таких вот лесных жителей. Тут и камушки, тут и коряжечки, тут и веточки. И они тут вот у меня проживают везде. Они такие очень живые, они дают очень... Ну, природа же даёт ресурс, энергию. То есть, сидя там в четырёх стенах в городе, это совсем по-другому. Поэтому это жизнь, это сказка, это волшебство, это чудесно. Была кожа, тут у меня были бусинки, тут у меня тут ещё что-то было, и я вот так, прям вот так. И так вам, и так, и такой камушек, и такая бусинка, и вот такое. А давайте вот это соединим с этим. А как вот это будет? А как вот это? И вот тут какая-то деталька лежала. Ага, сюда, сюда. Процесс. Ну, как точно так же, как... Вообще, это похоже на кулинарию. Готовите? Да. То есть, иногда бывает, что вот придерживаемся рецепта, а иногда бывает, что полёт души идёт прям. Аля за этой артистичной лёгкостью ювелирная праца, якая под рабою ведау о данности и зрозумела умельство. Якудыш, навэт романтично вытонченной профессии без досконалости технологий. По-всякому бывает. То есть, бывают проекты, которые особенно с кожей, так как она, в общем-то, эта плоскость, она ограничена, то есть, должно быть всё простроено. Если вот, например, вот такая вещь, чтобы она не была кривобокая, она должна быть чётко простроена, выкройка посажена, чтобы там это всё красиво сидело. Там вот пояс ваш, там вообще детализация, а бывает ещё тоньше. А бывает очень такая, такая, в общем-то, импровизация лёгкая. Даже вот просто вот так вот рука берёт и делает. Ну, какая-то, в целом, конечно, какая-то продуманность есть. Камень может очень сильно такую страсть возбудить. Вот ты видишь этот камень, очень хочется его обыграть. Или какая-то форма, или какая-то идея. Не знаю, по-всякому бывает. Некоторые вещи создаются буквально там, ну, очень быстро. Некоторые требуют достаточно длительной работы, детальной проработки. А тягом размова руки майстрицы неостовно перебирают сухую дебясконс и медный дротик, який оплетается, сбивается, становится дивосный неполторный рэджу. Медь вообще это металл Венеры? Если кожа – это плоскость, то есть ее надо как-то организовать, там, простроить, квадрат, там, чего-то, то, видите, она же вот бесконечно, она вот бьется в лицо. Нездарма гэта магичный металл меоадмедность во всех культурах света. А калле открыт интернет, 7000 годи гисторый дегисторый и окажут вау. А те, которые не вау, они идут мимо и говорят, ой, ну это же из проводов. Из проводов. Из проводов. Ну, это медь, это провода, то есть это может быть проволока, проволока уже специализированная, вы можете купить бобину себе, проволоки разных диаметров, потому что, чтобы делать украшение какое-то такое интересное, эффектное, нужно, чтобы разные были диаметры. И это вот лист, ну он такой большой, ну вот сейчас уже остался маленький кусочек. Вот куем, да. Вот ставим, и просто тут есть такие специальные молоточки, чеканы называются. И можно нанести какую-то фактурность на эти сережки, можно просто гладко отковать, то есть разная стороны чекана позволяют наносить фактуру. Все. Это называется холодная ковка, видите, все очень просто, но все очень... Кто ковал, тот знает, что больших усилий тут сумасшедших не нужно. У меня очень маленькая наковальня, любовь моя, есть еще поменьше, вот эта вот очень крутая. А вот у кузнеца там действительно мощно. Ножницы по металлу, есть дамский вариант. Да, вот такие какие-то вот всякие штучечки. Где-то, может быть, есть еще с какими-то жесткими фактурами. Ну, жесткие фактуры можно быть в готовых, можно увидеть. Вот здесь уже фактурность такая вот, внешняя она уже такая пожестче. То есть разные насечечки идут, вот тут волны, что-то морское тут вот рождалось. То есть был замысел, а впоследствии материал, но он как-то повел меня. То есть я очень люблю следовать за материалом. Это получается такое содружество, сотрудничество с материалом. И вот когда его слушаешь, то, в общем, получается хорошо. Это живые изделия. Опять же, они ресурсные, они энергетичные. Они могут лечить, они могут снимать там какие-то блоки у людей. Они просто радуют. А если радость, это же, в общем-то, ну, это та энергия, которая излечивает человека. И дозвольте зауважить, минавито у привабности у прихожанья из меди столько натурального, природного. И наши прадки лечили его символом светла, тепла и мощного здоровья. Да и все они приговоруют, даруи вам меди, как дети были, как медведи. Так потому, что все же просто. Но то, что настоящее, оно всегда им остается. И ко мне часто тоже подходили, даже на выставках, причем, в первую очередь, конечно, подходят мастера. Они говорят, это у вас реплика или вы как-то изучали, я говорю, ну, вот, простите, я как-то так, не такая у вас структура моя, чтобы я что-то досконально изучала. Я так чувствую. Поэтому, мне кажется, то, что живое, оно никогда не меняется. Оно остается таким. И уже абсолютно зачарованная неопоенностью часа и наскрозь просякнутое водоромеса прачиним еще одну дверь и, как та и Алиса, опынаемся о соправды иншем свете. Лялишный свет, эти свет лялик, и очиняуши от наслания прознаем, як живые. Для меня тем более живые, потому что порой ты так приходишь, разговариваешь с ними, все ли в порядке, заходишь, обязательно, конечно, говоришь до свидания, чтобы все было в порядке. Были моменты, когда забывал, просто надо было убежать пораньше. Что-нибудь, конечно, упадет или лежит не на своем как-то месте. Да, в это трудно поверить, они не живые. Ой, их очень много видов, вы знаете. Мне интересно, все, все готовы перепробовать, те, которые я еще не перепробовала. Это керамика. Это вот она смешанная с техникой. Ну, как вам рассказать. Это моя пробная куколка, первая. У нее гнутся ручки, ножки. Вот она как друг, как оберег. Тот у меня живет, пропахла домиком. У меня вообще все куклы пахнут домом. Это уже кукла. Для меня вообще все кукла. У меня стена сделана какая-нибудь маленькая. Это уже тоже куколка. Как ребенок радует. И цацка, и казка. Когда ж зазернуть у гистурую ляльки, можно найти шмачьи каваха. С того дземи ей отводилась и сакральная роль. А малю кожной хате были ляльки с тканины и чем боли тем лепи. Якие переливались с поколения у поколения, як береги нездоровья, семьи, жилья, добробыту. Майстрыца Катярына нам ласкава пропаную ляльку-мотанку. Адметно, что еще для народжения детяти, кожная мать рабила ей обовязково, без выкористания ножниц и иголки. И клала ей еще у пустую люльку, как обогреть мотулины пяшчоты для любого. Вот дополняли травки разные. Мы даже с детьми делали разные смешанные куклы. Они были соломой. Вот, наматывалась солома, скручивалась. вкладывалась в нее травки разные. Их очень много разнообразных есть. Травки, на самом деле, которые защищают от злых духов. Такой маленький кулечек. Вот кулечек спрячем. мотанки, они как бы сами говорят о себе, что это куколки сделаны без иголок, без ниток, и вообще еще иногда их называли рванки. Они делались, если это шли куклы-обереги, они делались с одежды, уже старой одежды хозяев. Вот, они рвались на кусочки и потом наматывались такие вот куколки. Потом мы должны сделать ей лицо. Но ни в коем случае там глазки не прорисовывались. Вот, которые мотанки, обереги, им еще, может, наматывались ленточки, определяли, где у них будет рот. Но глазки и все остальное это такое было недопустимо, чтобы кукла была многоликой, чтобы не было определенного лица и чтобы она была неодушевленная, потому что глазам мог заселиться какой-то нехороший дух. Ну, такое было поверье. Я думаю, детям это очень интересно, особенно, когда с ними участвуют родители. Вот. Тут особо опасного ничего нет. Нет иголок. Даже ту же самую текстильную куклу. Сейчас очень много выкроек разных. Тем более, можно делать свои непосредственные интересные выкроеки. Очень сейчас популярно, у кого дети по рисункам детей тоже сделать красивые игрушки. Не только удовольствие для взрослых, это самое большое удовольствие для детей. А лежа не такая уже простая справа гулять у ляльки профессийна. Материалы, умельства, фантазия. А ляльки с пластикой, капроном, синтепоной, дрота, текстильная и скульптурная. Ось гадкие самовитые истоты за человеченным самотным позерком. Альбо ляльки, сяброки, зусім непадобные на тиражные барби, кабец из нашего двора. Вот такие интересные дамы. Были сделаны по просьбе моего сына старшего. Он сказал, мам, ну должны быть такие куклы. Ну да, тут они мне грустные, но есть такие более веселые, более, но должны быть куклы настоящие. Почему нельзя сделать дедушку, бабушку или какого-нибудь другого человека, который переживает что-то или что-то потерял. Кто-то с ведром, кто-то вышел с подъезда, кто-то просто вышел на прогулку. Есть, конечно, мастера, которые довели свое дело до совершенства и делают эксклюзивные вещи. Такую вещь поставить в интерьер, это, конечно, не каждый может позволить, ручная работа это дорогое удовольствие. Мне честно приятно, особенно, когда люди выбирают все это с душой, когда они говорят, да, мы не будем их обижать, вижу, что человеку нравится. И просто так схватил за ногу в магазин на кухню и так прижимает к себе. Вот я готова просто их отдавать, честно, чтобы только вот они были в надежных руках. и местом с усими охотными и праздок дунины який не выветривается часом а становиться навод боли трывала пусть у большую часть ныку находит себе у веткам родным змея динам свете а а а а